Ассаляму алейкум, братья и сестры. Надеюсь, у вас все хорошо. Недавно мы стали свидетелями того, как многие известные личности восхваляли достоинства ислама или обряды, которые выполняли их друзья-мусульмане. Джо Роган восхищался преданностью и постоянством Хабиба в религии, его молитва пять раз в день. Известный мировой боксерский промоутер Эдди Хирн рассказал в интервью, что он впечатлен исламом и рамаданом и хочет узнать об исламе побольше. Несколько лет назад Уилл Смит был поражен призывом на молитву, а Эндрю Тейт восхвалял ислам и его ценности до того, как принял эту веру. Теперь же известный американский ютубер Джимми Дональдсон, более широко известный как Мистер Бист, был впечатлен достоинствами, которыми обладает его оператор-мусульманин. На видео, в котором звезда ютуба разговаривал со своими приятелями, Мистер Бист упомянул, что восхищается своим оператором Тариком, его дисциплиной по отношению к религии. Дисциплина в том смысле, что он не пьет алкоголь, как все остальные, он предан своей религии, он отдает ей предпочтение, действительно практикуют ее тогда, когда другие только поучают. Он добавил следующее от Арики. Просто очень сложно сказать, что есть хорошо, а что плохо, когда дело касается религии. Их так много, что я даже не знаю. Я верю, что есть какой-то бог. Но можем ли мы утверждать наверняка? Прекрасно видит то, как он предан своей религии. Он не пьет и не делает ничего такого. Но он один из тех людей, которые не просто поучают, но и следуют своим учениям. Иногда я думаю, блин, что-то в этом есть. Для него это действительно имеет значение. Мистер Бист склонен думать, что в этом есть что-то. Если мы взглянем на его историю и прошлое, то обнаружим, что раньше он добавлял библейские цитаты в свой логотип, что показывает, что он был довольно набожным христианином. Позже он удалил цитаты со своего логотипа и рассказал в подкасте с Логаном Полом, что не причисляет себя никакой религии и считает себя гностиком, так как ему сложно понять организацию и всего остального. Ему слишком сложно все это осмыслить. Что насчет религии? Я не придерживаюсь никакой. Хорошо, тогда ты не хранишь себя для брака? Совсем не религиозен? Нет. Что насчет Иисуса? Нет. Он говорит нет. Ты спрашиваешь один и тот же вопрос по-разному. Ты атеист или агностик? Я агностик. Вселенная слишком большая, сложно поверить, что ее никто не создал. Но это слишком для меня. Ты открыт ко всему новому? Значит, ты веришь в Создателя или существование кого-то? Просто мне сложно что-либо утверждать. В мире все слишком сложно. Он агностик, но у него нет никаких доказательств, чтобы пойти по какому-либо определенному пути. Согласно масштабному исследованию Центра Пью, люди массово покидают христианство. Ожидается, что около 106 миллионов христиан откажутся от своей религии с 2010 года в 2050. И лишь 40 миллионов людей пополнят ряды христиан. Это исследование также гласит, что ислам станет доминирующей религией в ближайшем будущем, если текущая тенденция, когда люди покидают христианство и становятся атеистами или агностиками, сохранится. Почему люди не находят спокойствия в других религиях, будучи сильно набожными? Почему другие религии не предоставляют необходимых ответов на вопросы касаемо Создателя и создания Вселенной? Почему эти знаменитости восхищаются простыми жизненными ценностями их мусульманских приятелей? Ответ довольно прост. Потому что человек может достичь мира и спокойствия лишь в исламе. Аллах, Свят Он и Велик, говорит в Коране, они уверовали, их сердца утешаются поминанием Аллаха. Разве не поминанием Аллах утешаются сердца? Когда мы, мусульмане, поминаем Аллах, Свят Он и Велик в наших молитвах или зикре, и удерживаем себя от харама, мы украшаем себя изнутри. Когда мы помним о нашем Создателе, Аллах тоже помнит о нас. Поминайте меня, и я буду поминать вас. Когда Аллах помнит о нас, то как наши действия и поклонения могут остаться незамеченными? Те, кто помнят об Аллах и чувствуют покой, и это видно по нам, как бы там ни было, действительно поражает то, что беззаботные и беспечные люди могут жить, не обращая внимания на Бога. Они мертвы, они живы. И не знают они, когда будут воскрешены. Те, которые гонятся за этой дуней, не могут понять, почему мусульмане не так, как они. Они удивляются тому, что мы так тщательно следуем свои религии и тому, что наши сердца чувствуют умиротворение. Шайтан убедил неверующих в том, что деньги, слава и вечеринки – это все. Это все способы обрести счастье. Хотя это является абсолютно ложью. Человек никогда не будет по-настоящему счастлив, если его сердце не связано с Аллахом Святом и Велик. Он проживет депрессивную, бессмысленную жизнь, даже если ему будут принадлежать все блага этого мира, а тот, кто отвернется от моего поминания, того ожидает тяжкая жизнь. А в день воскресения мы воскресим его слепым. Мы просим Аллаха Святом и Велик сделать нас из числа тех, кто постоянно поминает Аллаха. Пусть Аллах Святом и Велик поведет нас прямым путем, наставит на верный путь неверующих. Аминь. На сегодня все, братья и сестры. Надеюсь, вам понравилось это видео. Поделитесь своими мыслями в комментариях. Мы с радостью их прочитаем. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, включите уведомления. Делитесь этим видео с семьей и с друзьями. До следующего выпуска. Ассаляму алейкум. Братья и сестры, мы завершили очередной сбор. Пусть Аллах вас заст каждому за вклад в это великое дело. По просьбам наших благодетелей, мы открыли новый сбор на новую мечеть в Мадресе. 20 водяных колодцев, 1000 коранов, на 10 пальм и на раздачу продуктов питания. И мясо нуждающимся. Мы просим наших братьев и сестер присоединиться к благородной миссии и внести свой вклад в помощь тем, кто нуждается в ней. Важно помнить, что каждый пожертвованный рубль, даже самый маленький вклад, может стать большим делом перед Всевышним, а для этих людей – облегчением их жизни. Сегодня у каждого есть возможность стать причиной счастья тысячи людей и получить огромную награду от нащедрейшего Аллаха. Не упускайте эту возможность.